как же мне хорошо спалось то все встаем просыпаемся господи опять раз гильдейка здесь сидит а это опять вы ребята всем здравствуй всем здравствуйте с вами я говорила криповый и сегодня я переехал в деревню номер 13 господи меня здесь немножечко лагает даже вот она моя машина и в принципе меня здесь такую хорошенькую дверь поставили точнее оставили прошлых хозяев тут были еще какие-то всплески постоянно слышу вот как сейчас просто слушайте видите по субтитрам я прошу прощения так чего сегодня будем делать если честно сегодня я хотел бы зайти в шахту покопать всяких там рут но кузнец ненадолго переехал жить в город жителей и мне оставил его дом его машину чтобы я как бы все проверю и тут я с алиэкспресса подкупил себе несколько вещичек конечно же я выбрал раздел фазмофобия и решил купить себе вот эти три вещички специальным для проверки его дома мне интересно вообще стало чем он там занимается но перед тем как к нему ходить вот у него дверь какая-то старая господи откуда эти всплески и сейчас вот здесь что-то плескает здесь ладно пофиг и и перед тем как идти к нему домой я пожалуй посмотрю щитовую никто ли там ничего не сделал сейчас я пойду смотреть так закрываем конечно же тут нас встречают датчики движения вот такого сигнализации очень странный господи куда щиток делся вы меня так не пугайте датчики куда щиток делся алло я не понял раз два три четыре пять шесть семь восемь девять господи куда один щиток делся кстати здесь стоял щиток для электричества в доме кузнеца так и а еще у меня здесь дверь какая-то бракованная стоит так сейчас посмотрим историю щитков нету тут ничего вообще ничего не написали давай закрывайся есть закрылся закрылась щитка одного не хватает прям в кузнец вот отсюда как будто бы кто-то украл вот этот вот если что щиток в мой дом где я живу все остальные щитки блин все остальные щитки здесь только щитка на кузницу нету так сейчас открываю так вот закрываю вы извините если у меня будет что-то лагать это шейдеры шейдеры чокопик в девять лоу на лоу качестве кстати тут когда кузнец приезжал он забыл свою машину и капот забыл закрыть а вот это вот остатки моего гнева сам помню как я сделал этот кратер но сейчас вовсе не об этом сейчас мы пойдем в домку вот он где щиток его оказывается переместили оказывается а почему я сигнализацию то не слышал то а может быть потому что я спал хотя нет вряд ли смотрите подождите а там ведь к нему реально провода все подключены то есть он работает и сейчас я если нажму на какой то из этих рычагов он включится и чик он включился реально неужели там теперь есть свет так сейчас попробую открыть дверь вау вот это кресло вот это я понимаю лампа настольная почему она на полу стоит так это песочные часы о господи чё здесь за скелет металлический скелет значит это по ходу какая-то арматура сплавленная в череп ну и ладно книжки тут разбросаны подберу ка я их попробую сейчас я их подберу и на места расставлю да блин да вы посмотрите у него даже хранилищ никаких нет хотя я бы так не сказала кстати смотрите какая омега прикольная ну здесь есть одно хранилище но оно какое-то странное как-то странно выглядит как будто бы в нем проводили какие-то ритуалы так ладно телевизор допустим радиоприемник интересно песочные часы какие-то закрашенные смотрите реально закрашенные полностью черные по ходу кому-то не понравились часы господи это арматура меня пугает так датчики движения стопы я же не зря все это купил ведь потому что вы не кузнец однажды сказал то что у него в доме какие-то нечистые вещи происходят прямо очень нечистые которые мог бы исправить как раз таки я чем я сейчас и займусь но для начала мне нужно все хорошенечко продумать типа вот продумаю я как раз таки пожалуй за кадром и смотря на вот этот мою любимую лаву пациент пациент ну что же я подумал ребятки я подумал и пожалуй у меня такая мысль и как раз таки не было приемлемо с Вот эти вот книги я, пожалуй, себе заберу. Или жителям каким-нибудь отдам. Потому что я прочитал за кадром, у них такие названия странные. Я думаю, жители их точно примут. Жители, вот вам книжки, почитайте. Повеселитесь на каникулах. А я пошёл дальше исследовать этот дом. У него тоже дверь какая-то странная. Кузница. С первого раза вообще ничего не делает. Так. Теперь мне нужно где-нибудь вот здесь разместить датчики движения. Допустим, первый я поставлю... Ну, почему бы не здесь, рядом со шкафом. Проверяем. Работает хорошо. Классно вообще. Куда бы мне ещё поставить? Ну, пожалуй, поставлю вот здесь вот, около двери. Он сразу же сработал, потому что я здесь. А ещё я поставлю... Ой. Ай, сейчас, ладно, за киркой схожу. Ну, и вот сюда вот я его не хотел поставить вообще. Я его хотел поставить здесь, около двери. Ну, и, пожалуй, пожалуй, вот на этом вот столе. А для начала я пока что с помощью вот этого вот пульта ЕМП проверю здесь... Настолько ли большая активность? Так. Так, ЕМП показывает то, что активность сейчас вообще ноль. Вообще. То есть дверь сейчас я, пожалуй, закрою, зайду к себе. А, блин, точно, я же распятия не использую. Ни разу ещё. Ну, и ладно, я надеюсь, то, что оно мне не понадобится в этот раз. Чё вы, пёсики мои, на меня смотрите? Гавкаете. Ну, что же. Пожалуй, я... Ммм... Ай, чёрт возьми, я забыл. Я забыл камеры купить с Алиэкспресса. Ну, и чё, ладно. У меня есть видеокамера. У меня есть моя видеокамера. Вот она стоит. Сейчас я её добуду, возьму. И, пожалуй, поставлю её... Где бы мне её поставить? Снаружи или внутри? Мне кажется, лучше всего будет... Мне кажется, лучше всего будет внутри её поставить. Хотя, внутри ей мало места, чтобы стоять. Поэтому, пожалуй, поставлю вот здесь вот снаружи. Пусть она здесь снимает. Ещё её надо немножечко проверить. Так, ну, вроде бы она пишет. Ладно, хорошо. Окей. Всё. Сейчас я оставляю эту камеру на... Угадайте, на сколько? Конечно же, на два часа. На два часа, чтобы заснять нормальным образом, чтобы заснять, как бы, ну, что там будет происходить. Я засниму. Точнее, не я, а камера заснимет. А я пока... Ай, посплю. Всё-таки сон — это действие, которое никто никогда не отменял. Внимание, я забыл сказать, прям в видео, то, что, как бы, во время съёмки иногда будут появляться кадры с камеры. Вот как прямо вот сейчас. Как вы видите, сейчас вы видите территорию, которую снимает камера. И пока что ничего, вообще ничего такого не произошло. Ну, подождём ещё немножечко. Я вам сразу скажу, то, что эта камера автоматизирована. И она может сменять... Вот каждый... Вот как сейчас, вот-вот. Вот каждый раз вот так вот она может менять ракурс. То есть, поворачиваться. И, как бы, вот, как раз-таки на вот эти вот ближайшие три часа, или два часа, я уже не помню, как я там говорил. Короче, вот на столько вот времени я оставил камеру. И вот она и здесь, как бы. Ну что же, сейчас будем наблюдать, что же будет происходить на этой, как говорится, камере. Друзья, 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 это сейчас делал вовсе, вот вовсе не я, вот правда. Вот, честное слово, это делал не я. Я не просыпался в этот момент. Сейчас даже моего голоса не было слышно. Сейчас, как вы видели, открылась вон та вот дверь, которая в кузнице, и сработал самый ближайший датчик движения. Но сигнализация, к сожалению, я её не успел заснять, потому что сейчас, как бы, я сделал так, чтобы видеосъёмка шла без остановки на паузу. Поэтому я не успел это запечатлеть. Хотя хотелось бы. Очень хотелось бы. Ладно. Короче, будем ожидать ещё большего от камеры. Вот она опять сменила свой ракурс. Уже на этот раз видно лаву. И почему-то камера решила посмотреть на печку, и чтобы не было видно этого. А, вот всё, теперь видно. Теперь видно. Хоть немножечко, но видно. Это я сейчас говорил про самый ближайший датчик движения. Ну что же, вы просто смотрите, что будет происходить дальше. Я постараюсь ничего не комментировать. Камера опять повернулась. Ну, то, что дверь сама открылась, это как бы уже признак того, что там какая-то активность есть. Ну, у меня небольшой вопрос, какая? Ну, у меня небольшой вопрос, какая? Ладно. Ладно, будем ждать, что ли. Ребята, там снова активировался вдалеке датчик движения, и просто посмотрите, что стало с моей машиной. А она взяла и полностью открылась. Но кто её открыл, это непонятно. Кстати, смотрите, дверь не открылась вовсе. Ой, то есть не закрылась вовсе. Камера опять поворачивается. Я буду смотреть, что происходит прям до конца. Если потом вы не увидите этого экрана камеры, то как бы больше ничего не происходило. Вот опять камера поворачивается. Господи, почему я люблю всё комментировать. Ладно. Сейчас видно дверь как раз-таки из моего дома. И вот опять камера поворачивается прям на дверь. Стоп, погодите, вы видите? Погодите. Вы видите, что там под креслом? Так, сейчас, погодите, попробуй-ка увеличить. Вон, смотрите, там снизу. Там внизу какие-то клетчатые два кубика, что ли, или шарика, что ли. Что это такое? По-моему, этого раньше не было. Господи. Мне уже начинает становиться страшно. Камера поворачивается. Ой. Вот у меня собака залаяла одна. Так, ребята, пока что продолжается съёмка. И как бы пока ничего такого нового не происходит. И я надеюсь то, что вряд ли произойдёт. Погодите, что произошло? Камера резко повернулась. Стопэ. Камера движется. И поворачивается. Господи, что это? Что это, блин? Происходит? О, господи. Всё, минус камера. Походу, сейчас мне придётся проснуться. Потому что в этом фрагменте я как раз-таки услышал звук... Звук этого датчика. И проснулся. Что за звук? Что за звук? Что происходит, господи? О! О! Это что? Чёрт возьми, камера! Чё она тут делает? Почему она не стоит на этом месте? Алё! Господи! Ой, господи, дверь открыта! А что с машиной? Я же её, по-моему, закрывал последний раз. Ладно. Даже сигналка на машине не прозвучала. Непонятно почему. Так. Господи. А в доме что-нибудь происходило? В доме, кажется, нет. В доме, кажется, ничего не происходило. Сейчас внимательно присматривайтесь к двери. Так. Так. Ну, ладно. Хорошо. Ничего не произошло. Может быть, в шкафу что-то как бы было такое. Так. Омега тут какая-то странная. Что? Это что сейчас было? Это что сейчас было? Датчик! Тут кто-то ходил. Тут кто-то только что так. ЕМП. ЕМП 0. Ничего не успела засняться. Ёка-макарёк. Дверь, блин. Господи. Я на Омегу засмотрелся просто. Ладно, закрою. Пофиг. Ого, господи. Господи. Что с датчиком? Он работает, ребята! Он работает! ЕМП быстрее! Так. Ну-ка. ЕМП. ЕМП не работает! Чёрт возьми! Бракованное продали! Господи. Что с датчиком не так? Он работает! Он работает постоянно! Неужели здесь кто-то стоит? Да ну! Да ладно! Так, нет. Я чувствую, что у меня надо сваривать отсюда. Вот опять! Вот это уже я сделал. Сейчас посмотрю. Он опять работает! Да явно какая-то нечистая сила, реально. Господи. О, господи! Ты-то чё меня так пугаешь? Вот чёрт возьми, а? Ну чёрт же возьми, а? Так, ладно. Пожалуй, придётся записать это в дневнике, но... Вот эти вот датчики, они срабатывали, а ЕМП нет. Потому что у меня бракованное, походу, с Алиэкспресса продали. Хотя с Алиэкспресса лучше не это. На всякий случай, я закрыл дверь, вот так. Господи, я аж испугался, блин. Там реально! Там реально была какая-то активность, ребята, жесть! Ох, ребят. Мне очень страшно теперь вообще отсюда выходить. Ох, господи! А сейчас внимательно присмотритесь к рамке. С золотой мотыгой. Страшно. Страшно. Вообще выходить теперь отсюда... Что? Что с рамкой? Что с мотыгой? Что произошло? А, мотыга выпала! Мотыга выпала! Теперь я еще больше боюсь. Так. Это страшно. Это достаточно страшно. Собачки, вы меня защитите, если что, хорошо? Господи. Я никогда в жизни так еще не пугался. Так, в печке у меня уголь. Да? Точно. Собачки, ну... Я так боюсь. Слушайте, это или реальность, или мне надо просто позвонить в дурку сейчас и сказать то, что у меня какие-то паранормальщины происходят в доме. Но, конечно же, я сразу же это не сделаю. Я это, возможно, сделаю в следующей серии, а следующая серия выйдет уже совсем скоро. А сейчас конец нашей первой серии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал обязательно. С вами был я, Гаврила Криповый. И... Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok СacK堂! Продолжение следует...